Вечером на пригородных трассах, как правило, оживление. Люди возвращаются домой после работы. Кто-то на автомобиле, кто-то на общественном транспорте, кто-то пешком. Причем, как показывает практика, не всегда соблюдая правила дорожного движения. Этот пешеход пытался поймать попутку. Не имея на себе световозвращающего элемента, мужчина вышел на дорогу, чтобы не пропустить транспорт. Так он попал в поле зрения сотрудников ГАИ. А вы не считаете, что вы сегодня тоже не соблюдаете правила дорожного движения? Ну, да, да, согласен с вами. Но сегодня такой случай один раз, ну, первый раз, и не знаю, за сколько. За, наверное, может, за месяц, два, может, даже и больше. Такие оправдания, к сожалению, предъявлять будет некому, если и дальше так же беспечно относиться к своей жизни и здоровью. Печальная статистика последних дней говорит о том, что о своей безопасности люди заботятся не всегда. По статистике, осенние месяцы становятся для пешеходов особенно опасными. Так как световой день уменьшается, погодные условия значительно ухудшаются, пешие участники дорожного движения попадают чаще в дорожно-транспортные происшествия. К сожалению, уже в ноябре произошло 9 дорожно-транспортных происшествий по вине пешеходов, в которых 5 человек погибли и 4 человека получили травмы различной степени тяжести. 21 числа произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия с погибшими пешеходами. Для понимания проведем эксперимент. Мужчина в темной куртке идет по дороге. Обозначенного световозвращающим элементом пешехода будет видно даже за 100 метров. А вот второй вариант. Не имея на одежде фликера, для автомобилиста мужчина будет заметен лишь в метрах 10-15. Остановить машину на скорости на таком минимальном расстоянии невозможно. Сам уже как бы я за рулем провожу очень много времени на самом деле. То есть порой провожу почти по 12 часов. Ну, как бы особенности работы мои связаны с этим. И зачастую, конечно, я сталкиваюсь с тем, что вот пешеходы очень часто выбегают на дорогу. И вот особенно вот когда дождь идет, получается. Вот такое вот сейчас, особенно вот такое время, оно самое плохое для вождения, сумеречное время. И, соответственно, сейчас пешеход вообще незаметно, поэтому я всегда сам носил фликер. И только за то, чтобы носили всегда фликеры. И как водитель мне это очень значительно облегчает, конечно, мою работу и в целом вождение. Ходят в таких обычных просто куртках или чего, что их не видно вообще иногда. Просто поэтому это очень опасно. Я думаю, что они должны просто всегда какие-то носители что-то, чтобы их видно было издалека. Предупредить трагедию позволяют два важных условия – соблюдение правил дорожного движения и наличие световозвращающего элемента на одежде. Об этом говорили сотрудники ГАИ каждому участнику акции. Время стать заметнее. Быть видимо в темноте в этом случае равносильно тому, чтобы сохранить свои жизни и здоровье. Продолжение следует...